МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Законодатели». Меня зовут Татьяна Молокова. Здравствуйте. 19 сентября пройдут выборы в Государственный совет Чувашии. Эту дату утвердили на прошедшей сессии Государственного совета. Она стала заключительной в шестом созыве. В таком составе депутаты уже вряд ли соберутся вместе. Парламентарии обсудили предварительные итоги работы и приняли ряд законопроектов. Шестой созыв оказался рекордным по количеству заседаний. За пять лет в стране и республике произошло немало важных событий. Состоялись выборы президента страны и главы региона. Россияне отметили 75-летие со дня победы, а жители республики еще и столетие Чувашии. Чебоксары стали городом трудовой доблести. Из-за пандемии коронавируса многие мероприятия, в том числе сессии и заседания комитетов, проходили в дистанционном формате. Депутаты проявили в этот период высокую гражданскую активность, оказывая содействие волонтерским центрам и медицинским организациям. Помогали многодетным семьям, пожилым людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации в связи с введением ограничений. Мы оперативно сумели перестроить и свою парламентскую работу так, чтобы законодательный процесс не прерывался. И необходимые для республики и ее жителей законы принимались своевременно. Парламентом Чувашии принято 494 закона Чувашской республики. Мы руководствовались необходимостью законодательного регулирования наиболее актуальных вопросов различных сфер общественных отношений. В условиях пандемии приоритетной для нас с вами стала задача скорейшего принятия законов, касающихся социальной защиты граждан, модернизации сфер здравоохранения и образования, оказания поддержки наиболее пострадавших перед пандемией отраслей экономики и бизнеса. В 178 почти треть законов, принятых в 6-м САЗЭ, являются социально значимыми. Часть их была направлена на поддержку семей с детьми. Увеличен размер республиканского материнского капитала. От уплаты транспортного налога освобожден один из родителей, многодетных семьях, а также родитель детей-инвалидов. Дети-сироты получили право на социальную выплату для покупки жилья, а также учебу на бюджете в вузах. Ветераны труда получили компенсацию расходов по уплате взноса на капитальный ремонт. Принят закон о детях войны, которые кроме статуса получили конкретные меры соцподдержки. В прошлом году депутаты приняли стратегию социально-экономического развития. Работа была очень интенсивной. То есть очень много законотворческой работы было в этом созыве. Это, наверное, вызов и веяние того времени, в котором мы живем. В том числе с учетом пандемии, меняющегося законодательства, в том числе на уровне Российской Федерации. Опять-таки изменения в Конституцию. Это все требовало в какой-то степени даже экстренных мер, которые мы принимали в этом созыве. Особенно по прошлому году, когда в период пандемии все время добавляли средства на отрасли здравоохранения. По другим направлениям. Поддержки предпринимательства, поддержки наших людей. На сессии внесены изменения в Конституцию Чувашии, ставшие логичным продолжением изменений, внесенных в Конституцию России в 2020 году, которые направлены на укрепление суверенитета страны и ее независимости. Также эти поправки закрепляют конституционное положение о единой системе публичной власти, о вхождении в эту систему органов местного самоуправления и призваны повысить статус муниципальной власти, качество принимаемых на местах решений и ответственность за них перед гражданами. Закрепление законом Института парламентского контроля будет способствовать дальнейшему развитию гражданского общества, более качественной реализации национальных проектов и госпрограмм, эффективному использованию бюджетных средств. Изменения в основной закон республики также запрещают главе республики быть подданным иностранного государства и обязывают постоянно проживать в России, запрещают иметь счета в иностранных банках за пределами России. Депутатам Госсовета теперь нельзя иметь гражданство или подданство иностранного государства и постоянно проживать за границей. На сессии также приняли закон Чувашской республики об исполнении республиканского бюджета за 2020 год. Депутаты обсудили безопасность и антитеррористическую защищенность образовательных учреждений и заслушали отчеты комитетов парламента о работе за пять лет. Кто должен стоять во главе города, района или сельского поселения? Назначенный или выбранный руководитель? Этот вопрос звучал в стенах Государственного совета и, пожалуй, давно там не было такого единодушия. В парламенте Чувашии прошли публичные слушания на тему прямые выборы глав муниципалитетов за и против. Мнение депутатов и общественности в нашем репортаже. Автомобиль быстрее дойдет до цели, если будет управлять один водитель. Эта фраза, которую высказала председатель общественного совета при главе Чувашии Наталья Портасова, стала рейтмотивом мероприятия. Вопрос о выборности глав муниципалитетов и одноглавой системе, когда у власти не глава и сети-менеджер, а один человек, широко обсуждается в Чувашии с прошлого года. Во многих районах уже прошли публичные слушания и высказывались разные мнения. Учитывая предложения и рекомендации граждан, являющимися участниками общественного слушания, мнения, как уже было сказано, однозначного нет, но большинство населения хочет, чтобы видеть в лице одного человека. И они считают это более демократично. Сейчас по республиканскому закону практически во всех муниципалитетах возможно выбирать глав всенародно. Главное обозначить в этом уставе. Лишь в Чебоксарах, Канашино, Чебоксарске, Алатаре и Шумерле главы городов по закону выбираются из состава депутатского корпуса муниципалитета, а глав администрации выбирают по конкурсу. Глава администрации и глава города, да, они должны быть в одном лице. То есть вот этот человек, этот человек, да, должен быть он в одном лице. И должен быть избран, избран на прямых выборах. Если будет прямая воля изъявления народа, человек будет понимать, что его избрали, понимает, что его избрал народ, понимает свою некоторую независимость и в первую очередь и самая главная ответственность перед тем населением, которое, собственно, избрало. Поэтому мы за прямые выборы глав муниципальных образований и городов и мы расширили бы демократизацию этого процесса и расширили бы ответственность этого человека для того, чтобы все-таки управленец был в городе один. Во время публичных слушаний высказывалось мнение, что двуглавая система управления муниципалитетом непонятна большинству населения. Люди порой не знают, к кому обращаться за решением вопросов. Люди путаются, что такое ситименеджер, что такое глава города, глава администрации. Даже такого слова не знают, что такое люди ситименеджер. И поэтому надо на самом деле сделать, чтобы был один руководитель, и чтобы люди могли понимать, к кому обращаться и что решать. Есть голоса и за, и против. Действительно, есть и плюсы, и минусы. Я, в принципе, и за. То есть я прекрасно понимаю проблему двух власти. За едином начале. Это понятно, это такая вертикальная схема, которая многое, скажем так, определяет. Но еще раз хочу сказать, что здесь очень важно выстроить систему, чтобы уровень республики, муниципальное образование, чтобы мы все работали в одних программах. Очень внимательно будем слушать все мнения. И я думаю, что соглашаться с тем выбором муниципального образования. На обсуждении высказывалось мнение, что избранный глава получает больше авторитет у населения. К его мнению больше прислушиваются и доверяют. Но при прямых выборах есть опасность, что к власти могут прийти популисты или некомпетентные люди. Но в то же время я чисто свое мнение высказываю. Если у нас мы, значит, или законодатель Чуварской республики у нас примут решение о прямых выборах населения, глав администрации, муниципальных районов и городов, то понятно, может, это хорошее дело, но может так и случиться, используя различные популистские лозунги, так скажем, делая определенную программу и много обещая, может, определенные лица могут возглавить администрацию районов и городов. И после этого, как говорится, не так-то просто будет их освободить. В такой ситуации вновь встает вопрос о подготовке кадров для муниципалитетов. В обсуждении на общественном совете мы и говорили, что здесь, в данной ситуации, значит, очень важно готовить кадры руководителей. И то, что сейчас и на уровне Российской Федерации, и в Чуварской республике очень много программ по подготовке именно таких вот серьезных руководителей, потому что если будет принято решение о прямых выборах, естественно, все партии будут предлагать своих кандидатов. Чтобы не было неподготовленных людей. Вот это страшно. Потому что если встанет во главе муниципального образования человек, который сильно далек от экономики, не понимает, что там, как, что изменится, опять ничего не изменится. Я, конечно, за прямые выборы. Участники публичных слушаний приняли ряд рекомендаций. Профильный комитет Госсовета разработает проект закона о вариативности избрания глав. А в муниципалитетах решат, в каком порядке будут формироваться органы власти, исходя из интересов населения и с учетом местных исторических традиций. Но принимать этот закон уже будут, видимо, депутаты нового созыва. Движение стрелок циферблата в топе горячих дискуссий. В Чувашии вновь заговорили о переходе в часовой пояс плюс один от Москвы. У сторонников и противников много доводов. С постоянной регулярностью в республике проходят опросы, и их результаты отвечают желаниям инициаторов. В Государственном совете решили услышать разное мнение. В парламенте прошли публичные слушания о переходе в часовой пояс плюс один в Чувашской республике. Мнений много, есть за, есть против. У каждого свои важные доводы, которые нужно обязательно учитывать. Те, кто категорически за период стрелок, говорят о раннем рассвете. Летом светает уже в два ночи, а зимой в три дня мы погружаемся в темноту. Нарушается сон, этим обеспокоены врачи. Теряем порядка 174 часов светлого времени в год, особенно в период летней активности. Да, действительно, световой день сокращен, из-за чего у некоторых людей научно жить в днях. Отсутствие солнца, солнечной энергии, на мой взгляд, это сказывается на здоровье людей. Потому что мы все прекрасно понимаем, что отсутствие инсоляции – это дефицит витамина D, это ослабление иммунитета как у взрослых, так и у детей. Но есть люди, которым спать некогда. Кому ранний рассвет только на руку, так это жителям села. Для работников сельского хозяйства это не очень удобно, что у нас сегодня время такое. Мы кто-то в сторону не закрывает, все мы видим. Что у нас в 3 часа утра светло. Что касается сельского хозяйства, сегодня многие выступающие говорили, действительно, наверное, это нужно сельскому хозяйству. Я у себя в предприятиях правил и в сирийском районе, и в Батарском районе, самое интересное еще по подстанию. И более 90% работников сельского хозяйства, в том числе у нас в городе Ленинском лесокомбинате, они хотят, чтобы время однозначно перевели. Чуваши живет в часовом поясе Москвы. Хотя географически, действительно, мы располагаемся на час вперед. Рассвет мы встречаем на 38 минут раньше столицы. Ученые-географы Чувашского государственного университета провели исследование. Они считают, что важнее рассвета и заката время так называемого «истинного полдня». Ученых «истинного полдня» наступают с 12 часов 8 минут. То есть физиологически мы находимся в самом оптимальном положении. То есть мы максимально приближены к астрономическому полдню, к астрономическим часам. Если мы перейдем на самостроление, то есть ЛСК плюс 1, то отклонение от наступления «истинного полдня» у нас составит почти час. Вот целых 917 часов. А если оставим без изменений, то изменения от наступления «истинного полдня» совсем небольшой ночью – 216-х от часа. Кроме того, если будет перевод стрелок, то человек потеряет более 80 часов светового дня в зимнее время. Светать будет после 9 утра. А это гораздо хуже, чем короткая ночь летом. Зеловой вопрос волнует представителей бизнеса общества. Разница с Москвой все же доставляет неудобства. Да и навигация в стране ориентируется на столичное время. Возникают дополнительные препятствия взаимодействия вопросов управления, движения людских, материальных ресурсов, также движения финансов, обмен информацией. Соответственно, увеличивается количество недовольных граждан населения в связи с переводом времени на час вперед. Мнения участников парламентских слушаний разделились. Одни категорически против менять часовой поиск, другие готовы слушать аргументы и согласиться с мнением большинства. Накануне слушаний госсовет провел опрос. 21 273 граждане приняли участие в этом голосовании. 49% за перевод, 49% против перевода, 2% не все равно. Наверное, этот результат является наиболее показательным. Нет большинства ни у какой из сторон. Мнения разделились ни у простых горожан. Отрицательно. Да, мы уже привыкли к этому времени. Поэтому, я думаю, смысла никакого нет. Уже эксперименты такие были, туда-сюда, туда-сюда. Я против того, что привозили. Ну, мне нравится, как сейчас, как с Москвой. Хочется, чтобы темнело не слишком рано. Да. Поэтому отношусь к тому, чтобы световой день вечером удлинился. Это для меня очень важно. Это надо астрономию смотреть. Летом. Надо переводить. А зимой обратно. По природе, по солнцу. Можете, естественно. Наши дедушки, бабушки жили без всяких часов. Посмотрел на восход. Посмотрел на закат. Все. Я против. Почему? Живем по Москве. По итогам парламентских слушаний было решено провести углубленные социологические исследования. В этом вопросе необходимо учитывать мнение большинства. Инициатива может быть одобрена, если только более 70% жителей региона поддержат инициативу. А Комитет по социальной политике и нацвопросам по итогам социологического исследования рассмотрит вопрос о необходимости разработки проектов федерального закона, предусматривающего переход на сезонное время или перевод Чувашской республики в третью часовую зону. Депутаты седьмого созыва будут избраны уже в сентябре. Впереди три месяца конкурентной борьбы за места в республиканском парламенте. Будем следить за предвыборной кампанией и встретимся осенью. Это была программа «Законодатели». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова